Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Мы открываем новый сезон, новый телевизионный сезон в обновленные студии, но гости и эксперты все те же, а значит и телезрителям будет интересно знать, как же проходят футбольные баталии в Европе, у нас в России. Ну и естественно, мы поговорим о Лиге Чемпионов, Лиге Европы. Чемпионат России уже не то что набрал ход, а уже прошла одна треть нашего чемпионата, и обо всем об этом мы поговорим. Какие команды на вершине турнирной таблицы, какие у нас пока еще не могут набрать обороты, которые ждут от них болельщики, любимых команд. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Александром Сосницким, Евгением Ворониным, Ильей Розенбла. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Я вас поздравляю! Поздравляю с началом сезона, у нас был перерыв, мы дали всем вам отдохнуть, нашим телезрителям дали мы немножко отдохнуть, но пришла пора. Включайтесь, телефоны вы видите на своих экранах прямого эфира. Звоните, говорите, что вам в нашем футболе больше всего интересно, что бы вы хотели еще увидеть в нашей программе. В общем, как говорится, стартуем, свисток дали, поехали! Итак, друзья мои, Лига Чемпионов – это турнир, который мы ждем, который мы любим, турнир, в котором участвуют самые лучшие команды с различных стран Европы. В том числе и наши российские команды – это «Зенит» и «Локомотив». Друзья мои, давайте посмотрим, как закончились матчи Лиги Чемпионов, первые матчи турнира. Итак, обе наши команды – «Зенит» и «Локомотив» – выступали в гостях. «Зенит» – чемпион страны, играл с французским «Леоном», ну а «Локомотив» играл с немецким «Байером», и результаты достаточно хорошие для старта наших команд. Или я ошибаюсь? Сереж? Хорошие, я не ожидал, кстати, честно сказать, потому что я перед матчами думал, что вряд ли наберут даже очки и «Зенит», и «Локомотив», потому что как-то в чемпионате какие-то у них там были игры непонятные. Сейчас они ход набрали, а тогда вот перед этими играми не особо, можно сказать, что как-то блистали они. И проблемы были кое-какие там и у «Зенита» с составом, и «Азмун» вроде бы как там травмы получал. Но сыграли лучше, чем я ожидал, набрали очки, и большой энтузиазм теперь у нас по поводу Лиги Чемпионов. Не угас бы он последующими матчами, хочется надеяться, что они продолжат в том же духе, в том же темпе. Ну что ж, Жень, команда ЦСКА постоянно играла в Лиге Чемпионов, по-моему, последние чуть ли не 17 лет она вообще каждый год играет в Европе, да? И частый гость, скажем так, Лиги Чемпионов, то есть если посмотреть, сколько раз играли в Лиге Чемпионов в Лиге Европы, то наберется даже, что в Лиге Чемпионов чаще, чем в Лиге Европы. Соперники, которые попадали, скажем так, в ЦСКА, мы помним этот образ Луцкого, этот «Космос», это «Бавария», это «Манчестер-Сити» и так далее. Можно сказать, что «Зениту» и «Локомотиву» в данном сезоне, ну, немножко повезло с «Жеребьевкой». Ну, «Зениту»-то постоянно везет с «Жеребьевкой», как мне кажется, по-моему, да? Ну, «Локомотиву» посерьезнее, конечно, соперники, но, как говорил великий тренер Лобановский, да, на выезде ничья, а дома победы. Поэтому графику идет у нас «Зенит», а «Локомотив» сделал что-то, скажем так, наверное, выше головы прыгнул, наверное, и обыграл 2-1 на поле «Вайра». Я думаю, что там сложно было играть, но выиграли, молодцы, играли, очень достойно. Надо заметить, что «Локомотиву» все-таки «Жеребьевка», пожалуй, тоже повезло, потому что «Локомотив» был в четвертой корзине, и там никто другой попасться и не мог. И можно даже поразить, что нет ни «Бавария», ни «ПСЖ», ни «Вентус», ни «Манчестер-Сити». Нет, «Вентус» как раз ездил. «Вентус» как раз ездил. Ну, ладно, тогда повезло наполовину. Наполовину, да. Хорошо, ну, все-таки «Леон» с «Байером», ни «Законодателем», ну, в том плане, что это все-таки не топ команды, да? Ну, «Леон» постоянно практически играет в Лиге Чемпионов. Нет, играет, да, но все-таки это не «ПСЖ» последних лет, лидер. Не, ну, понятно, да, равняться-то на «ПСЖ» ему пока тяжело. Пока тяжело. Ну, там достался «Ювентус», там свое прерогативное. Ну, «Ювентус», вы знаете, мое отношение к «Ювентусу» достаточно положительное, в том плане, как к команде. Но говорить о том, что нельзя бороться с «Ювентусом»… А «Атлетика»? Да. «Атлетика» – да. Вот мне, кстати говоря, больше «Атлетика» в этом плане беспокоит, даже, кстати говоря, чем «Ювентус». Посмотрим, посмотрим. Итак, давайте напомним нашим телезрителям, когда у нас уже будут следующие матчи Лиги Чемпионов, потому что тот, кто смотрит нас в прямом эфире, прекрасно знает, что у нас 1 октября, то бишь сегодня, «Локомотив» у нас играет как раз с «Атлетика» Мадрид. Команда очень интересная. Ну и завтра, 2 октября, «Зенита», так же дома, как и «Локомотив», встречается с португальской «Бенфикой». Саша, что ждать нам от игр «Локомотива» и «Зенита»? «Атлетика» и «Бенфика» тоже, в общем-то, не гранты. Это, скажем так, вторая десятка, что ли, европейских команд, на мой взгляд. Ну, по моему мнению, хотелось бы, чтобы сегодня была ничья «Локомотив». Ну, «Локомотив» ход набрал сегодня, ну, вообще набрал вот по последней игре с «Зенитом», то есть ребята бились, показали, ну, показывали хорошую игру. Мне бы хотелось, чтобы, ну, хотя бы сыграли в ничью дома. Будет тяжело, конечно, ну, а если выиграет, это вообще будет… Сказка. Шедевр. Это будет сказка. Интересно. Добавлю, Александр потом, может сказать. Там в «Бенфике» играет молодой вратарь, два матча уже, мне кажется, сыграл наш российский вратарь. Вот. В основе. Да, в основе, за основу сыграл два матча, вот последний за «Бенфика». И не пропустил ни одного мяча. Но говорят, что якобы в «Велигии чемпионов» он, я не знаю, то ли не заявлен, то ли… Ну, «Зенит» играет дома, я вам скажу, они обязаны, просто обязаны выигрывать. Не, ну, как обязаны выиграть, все-таки, ну, «Бенфика» тоже не… Ну, да, там… Не подарок. Не подарок. Не, ну, «Бенфика» – это одна из тех команд, которые тоже каждый год обновляются. Да, да, и каждый год играет в «Лиге чемпионов». Да, играет, да. При этом, мне кажется, «Зенит» все-таки не фаворит этого матча, однозначно. «Зенит» – фаворит? Конечно. Ну, что ж, поживем-увидим. Друзья мои, вторник, среда, четверг – это матчи европейских турниров. Мы обсудили «Лигу чемпионов», ну, и давайте переходим к «Лиге Европы», где тоже наши две команды, хотя могло быть и больше. К сожалению, в «Лиге чемпионов» мы потеряли «Краснодар», который прекрасно провел матч спорту, но, к сожалению, не сложилась игра. Вот, напомните, с кем, кому «Краснодар» кто? Олимпиакосу. Олимпиакосу. Олимпиакосу, конечно, не сложилось. Ну, а в «Лиге Европы», к сожалению, мы потеряли «Арсенал» на ранней стадии, ну, и «Спартак» мы потеряли в одном шаге от «Лиги Европы», проиграли «Браги». Александр, давай уж мы сейчас по «Спартаку» поговорим. Если помнишь, да, мы перед началом этого турнира, ты был уверен, что «Спартак» пройдет в основную сетку. Я, к сожалению, был менее оптимистичен, и в итоге «Спартак» не прошел. Ну, да, не понял. Рук судьбы какой-то преследует «Спартак». Ну, вот так вот, как-то так. Ну, вот так вот, как-то так. Ну, не прошли, да. В чем или в ком вина? Да, учитывая то, что сейчас, ну, мы все знаем, главного тренера «Спартака» уволит. Сейчас искать виноватых очень сложно. То есть, кто-то говорит, там, тренерский состав, да, виноват, кто-то, там, игроки виноваты. Это надо сейчас, во-первых, надо время понять. То есть, как говорят, время лечит. Чуть-чуть попозже узнаем, кто виноват и что делать. Да, и что делать. Сразу, как сейчас, ну, сейчас вот хотят, да, поменять, там, вот сейчас Конова убирают, хотят менять тренера. Думают, кого ставят, там, иностранного тренера или, там, наших этих… Да, у вас там целый состав. От Оленичева, да, до бабушкинура. Да, да, да. Учитывайте, любого, любого. В очередь ставит «Спартак» сейчас, да. Да надо думать, я сегодня уже прочитал «Рио Панч» или как его там, да. Если меня «Спартак» позовет, я свободен, если что. Моё мнение, вот лично мне, по мне бы, чтобы «Спартак» вернулся, допустим, «Карпин». Да вот так его выкинули, что он… Нет, ну, его никто не выкинул, выкидывали другие люди, во-первых. А там «Спартак»… Нет, «Спартаку» нужен тренер, чтобы его, то есть, ну, как, уважали, боялись. То есть, такой, ну, был… Газаев, да? Не, не Газаев. Евсеев. Я считаю, что «Карпин», он, то есть, за 4 года, да, он был в 10-м году, да, тренером. У вас были хорошие тренеры. Юрана берите опять. Юрана. Юрана очень страшно. У вас были хорошие тренеры, которые вели «Спартак» к победам, только вы их сливали. Вам вторые места не нравились? Вам не нравилась игра какая-то, которая у команды была? А теперь моя любимая статистика, что «Спартак» в 21-м веке самый сменяемый тренерский клуб. Чаще, чем «Спартаке» в 21-м веке тренеров не меняли. Ну, вот это-то и плохо. Вот это и плохо, я согласен. Плохо меняют, потому что, ну, как, тренеры и год, они, то есть, его назначают и год тренеров. Год даже не проработал. Ну, потому что ставки, понимаешь, высокие. Подожди, 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 по статистике, сколько в 21-м веке «Спартак» был чемпионом? Один раз. Чего? Один раз. Ну, в 2000-е, после 2000-м чемпионат России. В 21-м веке, мы говорим. В 21-м веке. Только один раз, да? Да. Ну, да, конечно, да. Два. Два? Два. Два. Подвела статистика. В 2002-м или 2001-м они выигрывали чемпионат. И в 2000-м... Ну, может быть, 2001-м, может быть, да. Да, согласен. Ну, ладно, два раза. Я не против. Не, ну, я... В статистике не попрешься. За 17 лет бы я в том, что согласен. Все-таки, все-таки. Давайте обратим наше внимание на те команды, которые все-таки выступают у нас в Лиге Европы. Уже два матча состоялись. Результаты просто ужасные. И на фоне «Спартака», что называется, это еще, как говорится, семечки и цветочки. ЦСКА с Лудогорцем, я другого слова не подберу, попадает 5-1, ну, а Краснодар так и того больше умудрился с разницей в пять мячей проиграть швейцарскому Базилю. Евгений, Илья, что это было? Мы можем сколько угодно говорить про «Спартак», который проиграл Браге. Но проиграть, да, чемпиону страны, пускай Болгарии, но тем не менее, 5-1 – это перебор. Команду, которую никто не знает. Не перебор, если все-таки посмотреть, что с ССКА происходило до этой игры, а именно большое количество травм, дебют защитника Карпова, через которого практически все голы и залетели. В принципе, центр обороны, которые по возрасту равны одному нормальному защитнику. Ну и плюс, ну, просто все залетело, команда попала. Ну, бывают такие матчи, когда вот все летит, мы же это обсуждали. Так случилось, а потом показалось, что все-таки Карпов приличный защитник вот в последующих матчах. Да нет, слабовато, конечно, еще. Ну, слушай, 17 лет же. Ну, мне порадовал Дивеев, который, скажем так… Дивеев вообще прибавляет. Да, от игре к игре прибавляет. И я думаю, что если все пойдет хорошо, то он станет центровым защитником на долгие годы, как был Сергей Гнашевич или братья Березуцкий. Что случилось? Ну, я думаю, что это молодость, когда либо Панли пропал. А здесь получили за 10 минут три мяча, и, естественно, команда поплыла, поскольку она молодая. И у нее нет вот этой стабильности, наверное, вот этой психологической, да. И, как мне кажется, почему такие счета, как, скажем так, торговая марка одного, да, магазина… Спонсор-титульный у обоих клубов. Он поплыл в СССР и поплыл в Афгангаре. Нет, просто, ну, не знаю, они, наверное, сделали ставку на матч, который должен был пройти в воскресенье, может быть, мне кажется. И решили сыграть, ну… ЦСКА в этом плане оказался удачливый и обыграл прямого конкурента, мне кажется, за места в Лиге Чемпионов на будущий сезон. То есть он обыграл Краснодар дома у себя на поле. Прямого конкурента в Чемпионате России. Да, мы провалили матч в Лиге Европы, но у нас осталось пять матчей. Выигрывает пять матчей, и ты выходишь с первого места из группы. Ну, еще хорошо, что подсобили, еще две команды подсобили, которые сыграли в ничью. То есть, соответственно, у них по одному очку. Поэтому никаких проблем нет. Проиграя 5-1, это лучше, как говорят многие тренеры, лучше проиграть один раз 5-1, чем проиграть пять раз по 1-0. Поэтому, я думаю, ничего страшного в Лиге Европы не произошло, будут злее. И обязательно приходите в четверг на матч и поддержите любимую команду. Просто еще, что лично мне бросилось в глаза, это какая была атмосфера на стадионе. ЦСКА попал под такую команду, у которой, во-первых, такой заряженный стадион. Такая команда южная, такая бегущая, такая злая, которые очень жестко играли. Болгары? Да. Болгары вообще-то 8 раз подряд чемпионы Болгарии. А сколько населения? Города до 20 тысяч, меньше, чем видно. Я лично не слышал такую команду. Ну, нам вечно везет на таких соперников маленьких. У каждой команды, я понимаю, что у каждой команды есть свой Морибор, да, и свои Вардеры, или как их там, да, Мёльды и так далее. И Асеры, и Плезеньи. То есть открывают новые команды просто для Европы. Да. А Краснодар, да, Серёж? Краснодар, я думаю, немножко там проблема была, и тренерская проблема. Потому что ты видишь, у них там тренеру нельзя находиться около команды, да. И как-то сам Краснодар сыграл в свой же футбол. Мы им ожидали, что он же не меняет, мы говорили об этом. Краснодар играет в каждом матче одинаково. У него пришли новые игроки, опять же, тоже они не сыгрались, я думаю, это раз. И вот именно этот атакующий футбол не нужен был совершенно в этом матче. Но Краснодар открытый футбол сыграл, получил пять штучек и поехал домой. А Краснодар вообще обороняться умеет? В том плане, что она же не оборонная команда. Это не Бердыевский Рубин. Но Краснодар всегда играет в атаку. Мечи, помнишь, если эти пять мячей, там в обороне просто безобразно играли. Просто паника, вот там могли больше забить. То есть так выезжать нельзя. Он выезжает на выезд, едет, и играть в обороне так, это... Не знаю, почему тренеры тоже не ставят оборону. Все говорят, что надо от печки плясать. Хорошо, атака – это классно. Галицкий хочет играть в атаку, все хотят играть в атаку. Но вот так вот выезжать и получать. Вот они лакомы свои бумажки, понимаешь? И ЦСКА получил, это не чемпионат России, там обыгрывать Оренбург, там с этим... Ну, Оренбург-то не каждому дано обыгрывать. Ну, вообще, в нашем чемпионате, там команды, которые ниже восьмого места, допустим, легче. А за границей, видишь, они выезжают, когда получают. И Краснодар, а при этом матчем Лиги Чемпионов тоже получается лакмусная бумажка, что в Лиге Чемпионов все нормально. Ну, понимаешь, Локомотив и Зенит, у них не было такой большой ротации, правильно? Они же подошли, ну сколько там добавилось игроков в Зенит перед Лигой Чемпионов и в тот же Локомотив? Не так уж много. Они поменяли полностью, там как-то половину хотя бы. А хотите я вам вот на будущее скажу, что и ЦСКА, и Краснодар пройдут в следующий этап Лиги Европы? Нет, ты новость открыл, что ли? Это ясный факт. Это кому интересно было ясно? Ну, мне тогда начало было это все ясное. Ну, тебе ясно было про ЦСКА. Да. После 5-1 понятно, после Краснодар 5-0 понятно, да? Да. Но Краснодар это группа-то посерьезнее, чем у ЦСКА. Согласен, согласен. Да? И поэтому давайте мы напомним нашим телезрителям, что нас ждет в четверг. С кем придется встречаться ЦСКА и Краснодару? Испаньол. С испанцами все. Это Испания. Как говорится, получите, распишите, чтобы не получилось. Ну, и Хитафи. Ну, про Испаньол, в общем-то, не так страшно. Да. Вы знаете, какое место занимаетесь? Сейчас. В чате Испании. Ну, это 18-е место. А, 18-е даже уже после. Ух, не страшно. Ну, Испаньол из какого города? Из какого города Испаньол? Барселона. Так. Да. У нас есть вратарь, который в Барселоне, кстати, на чемпионате Европы, да, занял лучшего вратаря. Вот. Так. Да? Александр? Можно поздравить, Александр? Мы об этом еще поговорим. Хорошо. Конечно. Как можно не вспомнить лучшего вратаря Кубка Европы, который сейчас, дорогие друзья, сидит прямо вот практически рядом со мной, и если будет общий план, я даже, не знаю, подвинуться к нему, чтобы, может быть, вот так вот, да. А если, причем, я хочу сказать, что еще... Александр, я рядом стою с лучшим вратарем Кубка Европы. Олег, Олег, ты знаешь, что еще и мяч рядом с Александром, а не за ним. Да. Да, он не пропустил его. Итак, друзья мои, давайте. Испаньол. То есть, мы считаем, что в четверг ЦСКА должен с этой командой разбираться. Да? А он уже допустил одну. Матч сыграл 0-0, если я не ошибаюсь. И, кстати, в обороне-то играет хорошо. Нет, Испаньол 0-2 попал Вильяреалу. Понял, да, это не Испаньол, это Атлетик. Это, ну, все равно, понимаешь, это в обороне, я думаю, считаю, что будет тяжело ЦСКА вскрыть этих испанцев. Испанцы нормально играют в обороне. Так, хорошо. А Хитафи? То же самое. Кто скажет о Хитафи? Закрытая команда. Я честно скажу, вот честно скажу, вот для меня Хитафи – это загадка команды. Вот я не знаю, что от нее можно ждать, что она предложит Краснодару. Но ты больше смотришь испанскую таблицу, чем израильский чемпионат. Ну, конечно. Вот поэтому ты знаешь о ней больше. Да, ну, возможно. То есть, ну, мне кажется, что Краснодар у себя дома на шикарном стадионе, мне кажется, с Хитафи должен разбираться. Не, ну, будет интересно. Смотри, потому что, во-первых, испанцы всегда, они испанские команды, техничные команды. Краснодар тоже старается играть техничный футбол, интересный, красочный футбол. Я думаю, будет очень зрелище интересное. Тем более, ты сказал, да, действительно, стадион полный будет. Да, будет абсолютно точно. Новый, красивый, один из красивых стадионов в нашей стране, в Европе, я считаю. Для зрителя будет очень интересно и красочно все это. Ну, что ж, в заключении мы подводим небольшой итог по, как говорится, европейским баталиям. Да, Лига чемпионов, да, Лига Европы. Но и еще один турнир уже состоялся в Испании. Саша, напомни мне, как это называется, по мини-футболу или как это, да? Футбол. На уровне клубных команд. На Лига чемпионов. Ну, неважно, это практически Лига чемпионов. И ты, команда заняла второе место, ну, а ты взял приз лучшего вратаря Кубка Европы. Расскажи, расскажи, как тебе это удалось? Я не знаю, многочасовых тренеров, что сгубило? Что тебя заставляет до сих пор по-прежнему выступать на таком высоком уровне? Ну, как-то так вот получилось. Поехали. Команда, любительская команда, любительская команда, которая играет на ЛФЛ. Название команды Маракана, если, может, кто слышал. Ну, кто не слышал о Маракане? Ну, название такое, да, Маракана. Маракана. Турнир, он проходит в испанском городе Ларет-де-Мар. Это 60 километров от Барселоны. Там он проходит, ну, возле моря, да, можно так сказать. Да, кто не знает. В этот. Ну, и он ежегодный турнир. И команда, то есть, в том году ездили. Ты взял лучшего вратаря? Ну, так тогда получилось обратно. А в каком команде участвовали? Участвовало где-то 8 команд. Там команды Испании, Чехии, Германии, Украины, Белоруссии. То есть, много команд. В финале вы играли с чехами? Да. По-моему, в прошлом году тоже с чехами играли? Да, да. И в прошлом году, ну, как-то не получается выиграть финал. А почему? А потому что нас не было, чтобы поддержать тебя в этом турнире. В следующий год мы обязательно организовываем поездку, берем с собой транспаранты, берем с собой... Нет, это лучше оставить дома. И отнимаем, главное, пенный напиток у чешских игроков. Александр еще сыграл несколько матчей за Видноской лигой. Так. Смотрел состав, я так слежу иногда за наш любимый клуб Перегар. Ну, и если мы еще говорим о командах, которые играют в нашей Видноской футбольной лиге. Кстати говоря, замечательная лига, огромное спасибо ребятам, которые организовали Видноскую футбольную лигу. Проводят матчи, там большое количество команд играют по выходным на стадионе седьмой школы и гимназии. Ну, Александр, а еще совсем в эти выходные же прошел турнир Кубок Ленинского района. Где команда, какая команда, скажи мне, завоевала Кубок Ленинского района по футболу? Команда заняла, команда, название команды Носороги, это я вот в этой команде, команда, да, название команды, конечно. А тренера назовешь тренера случайно? Ну, так вот получилось, да, выиграли этот Кубок. Да не так получилось, потому что тренировались упорно, потому что все сделали для того, чтобы команда Носороги победила в Кубке Ленинского района. Я поздравляю всех Носорогов, потому что, ну, действительно, вы сильнейшая команда Ленинского района, потому что, ну, а как по-другому может быть, если, ну, и в финале, кстати говоря, Носороги встречались, помните, в Кубке Спартака? Скинули, блин. Со Спартаком играли в Кубке Спартака. А здесь они в финале скинули. Мамедов забил решающий мяч, 1-0 проиграли, но, тем не менее, Носороги это не просто уровень, не то, что это высший пилотаж. Это... Кого обыграли, ты мне скажи в финале. В финале кого обыграли? Третий раз спрашиваю. А, ты имеешь в виду? Да, да, да. Сейчас Носороги в финале. Носороги кого в финале обыграли? Кубка района. В Витнамскую команду. В Витнамскую команду. В Витнамскую команду. Это... Оно шло в зачет Спартакеады. То есть, вот этот турнир... А, то есть, команда города Витни. Да, да. Ну, да. Понял. Ну, что ж, поздравляю. Поздравляю, как говорится, молодцы. Ну, а мы переходим к следующей теме. Чемпионат России действительно уже набрал ход. Уже более 1-3 чемпионат прошло. Ну, и давайте посмотрим, по крайней мере, как закончился 11-й тур чемпионата. Итак, внимание на экран. Сочи-Ахмат 2-0. Сочи одержали важную для себя победу. И после этого матча главный тренер Ахмата... Гаджи. Да, покинул тренировки Рашид Рахимов. Краснодар обыграл Арсенал после двух, по-моему, трех поражений. Подряд, Краснодар немножко проснулся и достаточно, мне кажется, спокойно обыграл Арсенал. Спартак проиграл 1-2 у себя на поле. 1-2 и рубил после матча. Оренбургский плотно. И после этого матча Спартак объявил о том, что Кононов уходит с поста главного тренера. Урал ЦСКА 0-3. Локомотив обыграл центральный матч Тура, обыграл Зенит 1-0. Много было интересного и отмененные голы и так далее. Ростов-Динамо 3-0. Даже я... Но никто не ушел. Ну и Крыльев Тамбов 2-0. Друзья мои, вот такие результаты. Давайте начнем с матча Спартак-Оренбург. Потому что этот матч я не назову сенсацией результат. Потому что Оренбург весной обыграл Спартак 2-0. В прошлом сезоне обыграл ЦСКА 3-2. Поэтому Оренбург-то, что называется, лидеров нашего чемпионата очочки, что называется, отнимает. И это не сенсация точно. Но что произошло со Спартаком? Саша, 4 поражения подряд у Спартака. Такое последний раз было... 10 лет назад. Почти там 10 лет назад. В 2003... Ой, в 2010 году. В 2010 году. Но кто тренировал Спартак в 2010 году? Карпин. Совершенно верно. Карпин. О чем ты говоришь? Что возвращаете нам Карпина быстрее и так далее. Тогда был молодой специалист. Сейчас же опытный. Да, сейчас опытный. Сейчас, смотрите, вот Ростов. Да. На каком? На третьем месте. На третьем месте. Да. Сейчас посмотрим, когда там тур в воскресенье. ЦСКА будет играть с Ростовом. Вот и посмотрите. Нет, мы говорим о Спартаке сейчас. Я понимаю. А вы все про... Ну, мы говорим, кто тренер. Вот я говорю, что тренером, вот я бы хотел, я уже в начале передачи говорил, я бы хотел, чтобы тренером в Спартаке был Карпин. Вот, чтобы назначили Карпин. Что? Естественно, я это не решу. Там решают, есть кому решать. Нет, почему? У тебя же есть телефон Федуна. Ты можешь позвонить и предложить свою кандидатуру. Учитывая, что наша мотобольная команда уже стала чемпионом в этом году. И ты, по крайней мере, до весны абсолютно свободен. А в Спартаке дольше мало кому удается придержаться. Поэтому как раз до весны, пока мотобольный сезон не открыл. Да нет, пускай там лучшие люди занимаются, те, которые... Хорошо. Что не так в Спартаке? Что это за, не знаю, злой рок? Что там еще можно придумать? Судьба, злодейка и так далее. Что Спартак так часто меняет тренеров, что Спартак имеет колоссальные, по российским меркам, финансовые ресурсы. Ничего не может сделать с тем, чтобы... Я думаю, что вся проблема, ну как, не в одном тренере, как говорят, вот, да, там, он и он. Да, то есть, виноват и он в чем-то есть. Потому что, ну как, тренер должен быть... То есть, тренеры должны уважать, то есть, бояться. То есть, а он... Да все-таки боятся. И, ну, если боятся, значит, уважают. Я так скажу. Ну, а как он, взрослые мужики, вот что с ними с ремнем должен ходить? Подойди, вот у него берут интервью, интервью, да, берут. Говорит, как, вот, команда, почему так сыграла? Он начинает отвечать. Да, вот первый тайм команда сыграла хорошо, а второй тайм команда сыграла плохо. Это ответ просто простого болельщика. То есть, вот... А как ты должен? Сереж? Ты должен... Нет, нет, нет. Помнишь, как Прокопенко сказал? Мы специально, да, сыграли. Да, мы специально в первом тайме сыграли плохо, а во втором хорошо. Когда, по-моему, они выиграли там... Вот ты говоришь, обвиняешь сейчас Кон в таких рассказах, да, что ты сочинал? Да, он не выполнил задачи. Ты кого хочешь сейчас на место тренера поставить? Я говорю, Карпина. Карпина? Да. Ты помнишь интервью Карпина? Идите отсюда подальше, не ваше дело, как я играю. Не помнишь? Напомнить тебе, как он играл? Ну, и ваше дело. Точно такие же интервью давал? Ну, нет. Такие же, абсолютно такие же интервью. А какие хочешь ты получить интервью, скажи? Ты хочешь получить полностью развернутый ответ на то поражение, что кто-то не сыграл, кто-то не добежал, кто-то не туда ударил? Да. На твой тренер в этом. Это уже будут разборки проводить уже после, скажем так, там, через 2-3 дня, когда они посмотрят матчи, что-то будет. Тебе задают вопрос, как сыграла команда. Первый – там хорошо, второй – там плохо сыграл. Ты сам был тренером, если я тебя спросил, как у тебя команда, сказал, ну, да, в первом сыграли, виноват по каждой позиции. Здесь не забил, там не добежал, не добежал. Не выполнил задачу, тот, тот, тот не выполнил задачу. Это вынос мусора из команды. Какой вынос мусора? Да потому что ты начинаешь обвинять своих игроков, это самое последнее дело тренера обвинять игроков. Не, не обвиняй. Потому что поражение, поражение всегда винного тренера. Это в победе команда виновата. Никто не обвиняет, а говорит, что да, там не доработал по, не доработал по. Ну нельзя так говорить тренеру. Почему нельзя? Потому, потому что это будет, я говорю, не команда, а то, что ты сейчас получаешь Хорошо, давайте выслушаем другую точку зрения Можно? Да Сейчас Динамо и Спартак, они как два брата-близнеца У них одни и те же проблемы, но проблемы все на поверхности Посмотрите, Спартак, пришли новые игроки, правильно? Да Пришли, пришло в руководство новое, там пришел Цорн этот, да? Тоже новый человек Он по-другому видит, говорят, что с Конаном что-то у него там не сложилось Ладно, там внутренние разборки Но тоже приход нового человека То же самое Конанов, да? Тоже, сколько он тренирует? Он же год не тренирует С ноября С ноября месяца, да? С ноября прошлого года То есть, год он еще не тренировал, да? То же самое, команда строится И поэтому идет перестройка везде, во всех слоях И не может играть команда в таких условиях нормально Это я не знаю, какая команда должна Там Барселона или Леал играть Ну, ЦСКА нет, ЦСКА как раз устраиваются Ну, они же молодежные, да? Молодые все играют, все хорошо То же самое, то же самое Сейчас мы перейдем к Динамо Один в один все Приходит, состав меняется полностью Приходит Орещук на место спортивного директора Закупает игроков, каких просит хохлов Естественно, никто не сыграл То, что было сыграно, то развалится Так же у Спартака То же самое Почему нет игры? Я смотрю на Спартак и на Динамо Они играют практически в один тур, что был То есть, никакой Каждый сам за себя То есть, нет никакой стратегии Каких-то этих Не, ну почему? В начале же в это играли хорошо В начале, когда вот чемпионат начинался Когда? Первая игра в Сочи Подожди, подожди, Саша Я тебя сейчас... Пенальти не назначают Они начинали Начинали У вас еще не было этого Немца не пришел, да? Шурли Он пришел же по ходу сезона Уже Спартак сыграл сколько-то матчей Опять влился игрок Его надо ставить Сереж, игрок пришел чемпион мира Ну как, ну ладно Че он вообще... И что он сейчас футбол Я знаю У нас тоже пришел Филипп Сразу забил в каждом матче по мячу И теперь пропал Молодец Не знаю Плюс еще, я так думаю, там вот это Болельщики тоже неправильно себя ведут Неправильно ведут себя Как можно оскорблять тренера Ты посмотри наших болельщиков А что, не оскорбляли Мы пришли? Нет Нет, Слудского не беру Я беру сейчас Гончаренко В такой ситуации После того, как в Европе сыграли И все поддерживали И поддерживали Хоть один возглас был Гончаренко пошел В отставку Не было Будет еще Ну это потом Действительно Ну как-то значит Работа неправильно поставлена С болельщиками Ну все вкупе Согласен, Саш Все вкупе идет Ну да Начинают тренеры Либо в куче Наверное Все посмотрите наверх Кто Лидирует какие команды Где все нормально В локомотиве Структура выстроена А серьезно? А может быть напомнить Как в прошлом году Юрий Павлович Семин Конфликтовал с Геркусом Я тебе сейчас Про этот год говорю Ну а они в прошлом году Позапрошлым Чемпионами стали Но Семин Это Семин Понимаешь Это человек с большой буквы Это тренер С большой буквы Тогда может быть Романцева пригласить Ему всего 65 Куда? Ну в Спартак Я не знаю Это дело Спартака Может быть он наоборот Может тренет Пускай приглашают Романцева Он кстати был недавно Где-то на матче Да Ну так что Приглашаем Романцева Конечно Все делаем ставки Кто будет главным тренером Спартака На самом деле Кто бы ни был Тихо Главным тренером Спартака Пока у руля Это мое личное мнение Пока у руля Спартака Фидун Я за Спартак Что Фидун сделал Он построил стадион Он построил стадион Молодец Кто не говорит Опять же Финансирование стадиона 10% тренерского успеха Это Фидуне Никогда Больше То есть ты считаешь Что все замены тренеров Такую Это Фидуна Конечно Может быть Конечно Нет а что Немножко не понял Про то Что настраивать Спартаке Если есть исполнитель Ведь футбол Как и Любовь Спорт Это игра мастеров И Шурли Он с первого матча Показал Что он уже знает Что делать на поле Чем заниматься И действительно было видно Что на поле Мастер Это как в музыке Есть группа Дилетантская Значит это о чем Говорит Значит не поставлен На тренде Он на своем месте Неправильно ставит Смотри Саша Ну смотри Ты же профессиональный спортсмен Может быть поправь Поправь меня Если не прав Например в музыке Любительские команды Говорят что вот надо Сыгрывать Там год-два вместе А профессиональные музыканты Я знаю многих музыкантов Которые могут послушать По дороге Едут в тур В самолете Слушают программу И выходят на концерт И играют Ладно я с тобой согласен Это мое мастерство Что в Спартаке Ты хочешь сказать В Спартаке Не профессионалы на поле В Спартаке Явно слабый тренер Ну вот Совершенно верно Зачем он Заведомо слабый тренер Можно еще одну статистику Раз Олег вот Начал эту Свою любимую историю В этом туре Одна команда Меньше всех Сыграла В одно касание Это была команда Спартак Москва А Кононов сказал Что он за 4 месяца Он знает Как поставить Спартаковский футбол Не похоже Это абсолютно Не спартаковская история Абсолютно Ну они перестали Они не в стенку Не играли Не ну а что Кононов Спартаковский тренер Нет Вот Карпин был Но его выгнали Ну ничего Давайте поговорим Уже может быть О приятном Или не знаю О более светлом И по крайней мере Обнадеживающем Это ЦСКА Друзья мои Урал Не подарок Абсолютно точно Удалось победить 0-3 Но Эту победу Тоже нельзя назвать Вот каким-то Легкой прогулкой Легкой прогулкой Да Потому что Ну по большому счету ЦСКА нанес Три удара в створ Все три Залетело Наш клиент Наш клиент Да Я наверное так же соглашусь Как у ЦСКА Есть такие Неудобный соперник Это Динамо Да Он никак не может с ним сыграть Вот Урал Не может нас Долгое время Вообще обыграть Забить Ни разу не обыгрывал Забить он не может нам Что-то года три Что-ли Не может И Спатак для вас Неудобный Нет Мы еще Ну смотри таблицу Саша Таблица таблица Спатак был неудобный В 60-х Неудобный А сейчас он удобный Нет Я говорю Что играли мы Здорово Мне понравилось Как мы играли После того Как собрались После Европы И вышли Действительно Ну и Краснодару Три Аланье Три Уралу Три Вот считай Девять мячей За три мяча Уже За три игры За три игры Да За три матча Да Урал хороший Он попут Действительно Парфенов сделал Хорошую Хаману Очень добрый Она переходит Очень в атаку А вот если Парфенова Попробовать Спартаке Да не пойдет Он Парфенов Находится там Где он Находится Он молодой Еще Парфенов Там много Понимаешь Есть команда Понимаешь Если Кононов Был в Краснодаре Вроде бы Сделал хорошую команду Стал метаться Куда-то Шел Не Подождите Он сделал в Краснодаре Хорошую команду И Вахматин Он сделал приличную команду Он не сделал Чемпионские команды Спартаке Ждут от него Но подожди Все-таки Краснодар Это тоже команда Мы на кузырь Ничего он не выиграл Что он выиграл В Желоруссии В России Ничего не выиграл Ну а Гончаренко Что выигрывал А Слузский Что выигрывал До того Как стал тренером Нет Правильно ЦСКА не может Если ЦСКА сейчас будет Искать Займется поиском тренеров То у нас тренер будет Овчинников Понимаешь Почему Ну потому что Ну у нас все Вот мы выбрали тренера И все Вот наш тренер Точка Ну все может быть Давайте посмотрим Турнирную таблицу Потому что не так много времени остается А хочется еще что называется Посмотреть Табель о раундах Ну что ж ЦСКА на первом месте Как говорят болельщики ЦСКА Хоть ты лопни Хоть ты тресни ЦСКА на первом месте После 11 туров Именно такая картина У нас и сформировалась Локомотив Ростов Краснодар Зенит Можете себе представить Такого в чемпионатах России Еще не было Никогда Чтобы после 11 туров Четыре команды Занимают Ну считай Второе Пятое места Да Ну то По дополнительным Показателям Да Имея одинаковое количество очков Ну и дальше Такой небольшой провал Уфа Урал И Арсенал Да Команды которые занимают Шестое Седьмое И восьмое место Ну и Вторая часть Турнирной таблицы Тут есть неожиданности По крайней мере Для болельщиков Спартак на девятом месте И Сочи Команда которая Только-только-только Вышла в премьер-лигу Поджимает Что называется Спартак И находится выше Рубина Ну а Сочи Подбор игроков Такой Динамо Друзья мои Сереж Динамо Я не знаю Насколько Нужно сейчас Вот более подробно И конкретно Говорить о Динамо Сезон Начался Неудачно Это надо признать И мы это видим Как бы и по результату И по турнирной таблице На твой взгляд Болельщика Есть выход Из этой ситуации Я думаю Выход один Только смена тренера Больше Не стряхнет ничего Потому что Как говорит руководство Дают карт-бланш Хохлову До Нового года Но извините До Нового года Пройдет 19 туров И останется 11 Если Динамо Останется внизу То карабкаться Будет очень тяжело Хотя сейчас Возможности есть Сейчас до 6 места 5 очков только У Динамо Разница Между 6 местом Я думаю Сейчас сборная Уйдет На сборную Уйдет Да Надо вот это Менять Потому что Хотя бы Есть окно Какое-то Чтобы хотя бы Что-то Ознакомился А давайте Прежде чем Команду Дают на перерыв По крайней мере Мы поймем С кем Команды играют Есть ли Какой-то Старт Что называется Итак 12 тур В эти Выходные Кто с кем Играет Уфа Ахмат Оренбург Динамо Сереж С Оренбургом У них Сложно будет На мой взгляд Центральный матч Тура Вне всяких Сомнений Это ЦСКА Ростов Хотя И Краснодар Спартак Краснодар Спартак Тоже Да Мы тоже Со счета Не списываем Итак ЦСКА Ростов Что мы ждем От этого матча Ростов Великолепен ЦСКА Великолепен Мы ждем Великолепные игры А там как пойдет Мне кажется Я вот я лично Ставлю 2-2 Результативная ничья Результативная ничья Может быть Может быть Не, но Карпин Должен Отрекламироваться Перед руководством Спартака Да он уже Давно себя Отрекламировал Краснодар Спартак Краснодар Спартак Да Спартак Получит 3 мяча Краснодара Не, ну У нас же там Не новый тренер Исполняющий Обязанность Там Кузнецов По-моему Кузнецов Ну Не знаю Сложно Мне кажется Мне кажется Краснодар Краснодар В этой встрече Будет сильнее Это мое личное мнение Ну и давайте Одна минута остается Посмотрим Будет перерыв На матчи Сборной И посмотрим Календарь С кем играет У нас Наша сборная Команда России 10 октября Россия играет С Шотландией Ну и 13 октября Россия играет С Кипром С Кипром Ну и сразу В догоночку Что называется Турнирную таблицу На каком мы месте И Да Мы видим Бельгия Впереди планеты всей Мы На втором месте И достаточно Уверенно И на мой взгляд Сборная Россия уже Практически Себе обеспечила Место На Евро 2020 Естественно Мы об этих матчах Еще поговорим В следующий вторник У нас будет Программа Также Теперь у нас Новое время Выхода В эфир 19.50 Поэтому Мы еще Матчи сборной Обязательно Обсудим Ну а пока Говорю всем спасибо Присоединяйтесь Каждый вторник На телеканале Видное ТВ Программа Все грани Меча Ну а пока Болеем за своих Пока Пока Всего доброго